В Центральной библиотеке пополнение книжного фонда. Руслан Репкин, читатель, любитель, фотограф, член Русского географического общества, вручил директору библиотеки Тамаре Кулагиной сразу три книги. Объединяет их одна тема – полёт нашего известного земляка-паэта Михаила Александровича Дудина в 1977 году в Арктику. Он побывал на двух дрейфующих станциях в составе группы, куда вошли директор Института Арктики Трёшников и писатель, увлечённый севером Санин. Итогом поездки поэта стал целый цикл стихотворений, посвящённых Полярному кругу. Руслан признаётся, что ему близки красоты Северного края. Сам он работал машинистом специального состава на Северной железной дороге в районе, приближённом к Крайнему Северу. Всегда любил читать книги про Арктику. Перечитывая одну из любимых Владимира Санина, вдруг понял, что никогда не задумывался о том, что одним из членов экспедиции был наш земляк Михаил Дудин. Он решил более подробно узнать об этом малоизвестном факте из биографии поэта. В ходе своего исследования Руслан Репкин разыскал и пообщался со свидетелями этого события. Они, в свою очередь, предоставили ему копии документов, редкие фотографии, запечатлевшие поэта с друзьями в этом суровом краю. У Руслана появилась идея отобразить этот материал в книге. Хочу вам представить книгу, точнее автора книги Владимира Санина, который написал книгу «Не говорит о Арктике. Прощай». Он упоминает о Михаиле Александровиче Дудине, с кем он летал на Северный полис, с Трешниковым, директором Института Арктики. Это был 1977 год. Прочитав эту книгу, я сначала задумался, не тот ли этот самый Дудин, о ком я думаю, то есть наш поэт-земляк. И решил проверить. Зашел в библиотеку, в библиотеке этой информации не было, в университете не было. Также задал вопрос в Лиссельбурге, в библиотеку имени Дудина. Там тоже эта информация не оказалась. И мне посоветовали обратиться в Русское географическое общество. Я обратился туда, мне подсказали, обратитесь, напишите письмо в Институт Арктики. Они должны помочь ответить на ваш вопрос. Если не ответят, тогда мы сами поможем собрать документы. Я написал. Через месяц ответили и прислали мне документы, фотографии, где находился сам Дудин. И отчет Пикбызова у Владислава Михайловича, где там четко говорится, когда прилетал Дудин и когда улетали они. 25 марта 1977 года, бортом ИЛ-14, на станцию прибыли директор Института Арктики Терешников, поэт Дудин и писатель Санин. 26 марта 1977 года Терешников и Дудин выбыли на СП-22. То есть они пробыли один день на СП-23 и выбыли на СП-22, где провели всего лишь 5-6 дней, потому что 30 марта они уже улетели обратно в Ленинград. То есть собрав всю информацию, вот я и решил написать эту книгу, то есть документальную, о чем эта книга и стоит. То есть я нашел свидетелей, это Сергей Аркадьевич Кесель, который прислал мне свои дневники, где там четко написано, что 30 марта они выбыли с поселка Черского. Летели Терешников, Дудин и еще два летчика до города Тикси и далее в Ленинград. Вот он прислал фотографии еще своей дипломной работы, где сам Дудин и все полярники, вот они, расписались у него на дипломной работе, на кандидатской, да, кандидатской по гидрологии. Вот он расписывал, показывал. Вот. И на данный момент мы вот сейчас вот с этим человеком тоже переписываемся. Лукин, который Саня посвятил эту книгу. Лукину. То есть вот он мне тоже помог. На ситуации, вот он мне сегодня дал свой номер телефона. Мы с ним встретимся, когда будем в Петербурге. Так получилось, говорит Руслан, что итогом исследований стала не одна, а целых три книги. Почему три? Ну вот сначала я написал эту книгу. Вот. И пока писал, а когда оформлял ее уже сам дизайном, сам дизайн оформлял, у меня родилась идея, сразу машинально, автоматом родилась идея сделать красивый альбом, фотокнигу. Но по интересным фотографиям, то есть не просто, которые постоянно все видим на глазах у Дудина, а вот как-то интересные фотографии. Ну я порылся и в интернете, и институт артистки мне предоставил, и музей Фурманова тоже мне предоставил. Ну и решил сделать такую книгу. Но тайна остается тайной. То есть это... Это чисто фото книги. Это фото книги, да, то есть его разных поездок. То есть где он был. То есть каждый поезд как маленькая тайна, которую еще предстоит раскрыть, не только Северный полюс. И когда вот эту оформлял книгу, и у меня родилась идея. Полярный круг. А почему ее не оформить? Я раньше оформлял книги. У меня здесь была выставка «Молодой Ленинград». Поэт Молодого Ленинграда как-то. И я решил ее оформить. То есть и получилась вот такая третья книга, называется «Полярный круг». То есть получается как трилогия. То есть продолжение, это заключительная часть вот это все. А это его стихи. То есть полностью его стихи, только «Полярный круг», за что он получил в 81-м году государственную премию. То есть это «Западный берег», цикл стихов «Седое сердце», цикл стихов «Полярный круг». И вот он получил в 81-м году государственную премию за эти книги. Ну и я решил ее иллюстрировать просто-напросто, чтобы она как-то красивее смотрелась. Я летал на полюс на 22-ю и на 21-ю дрейфующие льдины с удивительным человеком, с моим земляком, с Алексеем Федоровичем Трешниковым. И когда я летал с ним туда и был на севере, на полюсе были мы, я понял одно, что для него, так же как и для меня, полюс не только был географическим понятием, а той точкой в человеческой душе, где скрещиваются меридианы всех тревог современного сложного мира. Потом я написал книгу стихов «Полярный круг». Сейчас в планах Руслана выпустить еще одну книгу, рассказывающую о поэтах, героях стихотворного цикла Дудина, чья жизнь была связана с Севером. Я рассказал про двух человек, то есть Ледин и Борисов, художники. А здесь еще есть Кульгудинов, он посвятил им Норильск стихотворение. Ты строил этот город, Давид, про Норильск рассказывается. Я вот никак не мог понять, почему тут, где Кульгудинов, калмыцкий поэт, и где Норильск. Расстояние-то большое получается. Какая здесь у них взаимосвязь Калмыкия и Норильск с северным городом. В 1936 году, оказывается, я потом поднял архивы, Норильск делал запросы. В 1936 году Кульгудинов был репрессирован и был направлен в Норильский лагерь. А потом были амнистия, и он остался в Норильске, Кульгудинов. И возглавил там литературный кружок, где были литературные чтения. А в 1977 году, в феврале, Дудин, Кульгудинов, потом Иван Драч и Кулиев, вот эти поэты, четверо, они ездили в Норильск. То есть это было в феврале. То есть в 14 февраля они приехали в Норильск, они пробыли где-то две недели. Там у них были встречи с поэтами, с местами. Он посещал музеи, он посещал какой-то, не помню, какой-то машиностроительный завод в Норильске. И есть и запись в Норильске. То есть сейчас библиотека, правда, на ремонте. Я недавно запрос делал, с ним переписываюсь в этом ватсапе. И у них есть запись, где там Дудин сам расписывается на какой-то книге. Даже фотографии есть, у меня вот на телефоне, мне присылали. И делают эту запись, только я не понял, где. Потом я у них уточнил, это просто памятная запись книги. То есть, а я спросил, а книга у них сохранена у вас? Он говорит, да, сохранена. Говорит, можно эту запись посмотреть, прислать? Ну, говорит, сейчас ремонт у них идет. И говорит, в конце года только пришли. То есть, есть еще одна идея, есть одна еще идея создания книги. То есть, так называться предыстории в одной истории. Как это все начиналось перед поездкой на Северный полюс. И еще одно стихотворение, это песня Сверчка. И его слушателям, которым он посвятил Глебу Горбовскому. Я тоже думал, наломал голову, почему Глеб Горбовский и Северный полюс. Но связь тоже не мог найти, пока один прекрасный момент, ну, случайно, в интернете, ВКонтакте, наткнулся на одну запись, то есть, видеозапись, где Глеб Горбовский читает стихи про Северный полюс. Вот, и вот, тоже родилась идея. Либо это будет одна книга предыстории в одной истории, то есть, первая часть посвящена Кульгудинову, как дружба Дудина с Кульгудиновым. А вторая часть будет в одной книге, либо Горбовскому. Либо это будут две отдельные книги. Я пока еще ничего не расшил. Там будет видно, будет. Если будет отдельная книга, то это будет, так и будет называться, песня Северчка, то есть, посвященная Глебу Горбовскому. Сотрудники библиотеки помогли Руслану. В период подготовки издания к печати советами подарили альбом ивановского фотографа Валерия Смирнова «Моя Арктика», вышедшего в 2020 году. Коллектив городской центральной библиотеки благодарит Руслана за столь щедрый подарок, который он вручил нам сегодня одним из первых. Эти книги займут достойное место в постоянно действующей выставке, посвященной поэту Михаилу Александровичу Дудину, который любил путешествовать по нашей огромной стране и который очень любил и завещал беречь. А еще Руслан планирует повторить путь Михаила Дудина и посетить Арктику. Светлана Баварская, Виталий Узгринко, Сформанов ТВ.